Я полезу, вот в этой коробке у нас лежат лекарства, лежит, пожалуйста, телефон. Ты не открывал вообще, что ли? Ты не знаешь, есть ли там айфон? Ну есть, конечно, что, ну конечно есть. Лёш, Лёх, давай, у тебя спалили, Лёх. Ты как это нашла? Ну купила я его. Чё? Я кредит взял. Какой кредит? Чё ты вообще ку-ку? Кредит может быть с паспортом. Паспорт где? На него, пиши свой паспорт. Чё такое? Ты чё делаешь? Ты реально взял айфон, чтобы играть в игры? Да. Чё, какой вредитель ты, я не пойму? Вырояй, пожалуйста. Сколько стоит эта штука? Сколько стоит? 27 тысяч. Ты чё, ты чё? Я не знаю, чё я сделаю. Лёха, успокойся. Айфон не сломайте, возвращать будет нечего, Лёха. Отдай. Блин, чё было дальше, смотри в продолжении, ставь обязательно лайк. Он украл 123 тысячи и купил айфон, смотрим. Друг, послушай, мы создали нашу страницу на Boosty, где ты сможешь увидеть такие кадры, которые не пошли на основной канал. Если ты выберешь уровень подписки антигрифер, то тебе станет доступен такой контент, который ты сможешь увидеть только на нашем Boosty. Например, ты сможешь увидеть редкие кадры, как грифер злится на маму и послал меня. Ну вы поняли, вы видите. Если ты станешь антигрифером и напишешь комментарий, то я постараюсь лично тебе на него ответить. Вот, например, Сорока Сугану пишет, терпение маме, а я ему отвечаю, молодец, что поддерживаешь. Если тебе повезёт, я могу снять твой комментарий и он попадёт на видос, как у этих ребят. И я также могу зачитать комментарий на Boosty прямо на видео гриферу. Вот, например. О, смотри, нагабатор. Лёша, как маленький дед инсайдик. Это он написал тебе нагабатор. Ну и став антигрифером, ты, конечно, увидишь сегодняшние кадры, которые не пошли на канал. Я тебе сейчас завариваюсь. Куря в голову. Также, если ты станешь антигрифером, то ты попадёшь в титры в конце ролика на наш канал. Места могут быть ограничены, поэтому поспеши. Boosty мы открыли недавно, и у нас сейчас действуют скидки. Каждый, кто станет антигрифером по этой цене, зафиксирует для себя эту цену, и она для него не вырастет никогда. Но скидки потихоньку будут заканчиваться, поэтому поспеши, время может быть ограничено. Зайти на наш Boosty ты можешь прямо со своего телефона и также стать антигрифером. Но если захочешь, можешь стать мощным антигрифером. И опа! Ну всё, мой друг, становись антигрифером по скидке, зафиксируй для себя вот эту цену навсегда. И если тебе повезёт, ты можешь попасть прямо в наш видос. Всё, ссылка в описании под видео. Гоу! Вот, смотри! Да нет, да нет, да нет, не могу, подожди, стой, ну неужели у меня последние ролики на канале? Все вот, он насмотрелся или что, я не знаю, больше вариантов нет, больше вариантов нет. Ну неужели у нас здесь спички со старой квартирой? А, да ничего страшного. Он дома, Лёха дома? Дома, не открывает дверь, не могу долбиться, и он может там, я не знаю что, у нас компьютер нет ничего. Вот здесь вот, я полезла, у меня с утра башка раскалывается, я полезла. Вот в этой коробке у нас лежат лекарства, вот здесь вот беру коробку, беру, чтобы достать лекарства. И типа он был спятым. Да, и лежит, пожалуйста, телефон. Чёрная. Я вообще в шоке, я не знаю, что... Получается, он купил, у тебя деньги пропали сразу? Да в том, ты и делаешь, что у меня ничего не пропадало. Подожди, а там он есть вообще? Открою аккуратненько. Ну, я боюсь. Ты не открывала вообще, что ли? Нет. Ты не знаешь, есть ли там айфон? Ну, повес, ну есть, конечно, ничего, ну конечно есть, господи, ну... Короче, ребята, он получается, Лёха... Деньги не пропадали. Но деньги не пропадали, не знаю. Нет, точно, наличка, карта, всё. У меня не было просто налички, у меня карта. Он дома? Ну, да. Всё, давай. Ты же слышишь, что я здесь. Он не открывает. Лёш! Лёха, ты... Ну что, ну открой. Давай, тебя спалили, Лёха. Зараться надо. Лёха, ну ты не оригинальный, 13-й айфон. Ну уже открывай. 5-5. Здорово. Дай я пройду. Ты что сделал, а? Ну что это такое? Можно узнать, что это такое? Вот, пожалуйста. Лёха, 13-й айфон. Надо в душе искать всякие разные вещи. Нет. В смысле разные вещи, я заглядываю. Ты как это нашла? Какая... То есть, всё-таки, да? Какая разница? Да, полезно... Нет, ты не отрицаешь? Ты спрятал айфон 13, Лёх. Ты только что, на той неделе, когда это было, ты украл у мамы 200, 10 тысяч рублей. Свои телефоны поразбивал? Кого тебе поразбивал? Чё? Чё ты гонишь? Чё ты гонишь? Какой тебе друг подарил? Чё ты рассказываешь? Конечно, вот это... Я уверена, что это очень дорогая штука. Какой тебе друг мог подарить такую вещь, а? То есть тебе... Какие такие заслуги тебе друг подарил такую вещь? Лёх, ты чё рассказываешь? Ну что, за то, что такой грубий ян? Ну, купил я его. О! Чё? Ну, купил. Ну, какие-то такие деньги его купил. Деньги... Пропадали деньги? Нет, ничего не пропадало. Я уже больше дома не храню. Ничего, всё накатываю. Деньги не пропадали. Деньги не пропадали. Воровать начал? Тоже ли? Да. Как ты? Где деньги? Лёха? Я кредит сделал. Чё? Какой кредит? Чё ты вообще ку-ку? Кредит можно с паспортом. Паспорт давно проверяла. Чё? Ты чё несёшь, Лёха? Ты угораешь? Проверяла, да. Ты чё, специально? Лёх, ты специально? Слушай, у меня на канале куча роликов, как гриферы покупают айфон, по сравнению, тринадцатый, и ты это сделал, да? Пожалуйста. Видимо, он вообще... Ты говоришь, что... Вот мой паспорт. Ну, паспорт помните? Ну, нет, там паспорты. Э, где паспорт, Лёха? Ты чё? Вообще, что ли? Сегодня мама тоже не выдерживала, мне пришлось отправлять это на бусте. Ну, нет паспорта. А могли так ему дать кредит? Я не знаю. Ну, я не знаю. Лёха, давай серьёзно, чё такое? Лёха, ты угораешь, что ли? В смысле компы ломать? Мы договорились, вот это всё тебе портит только жизнь. Ты телефон свой сам разбил. А где компьютер у вас? Нет у нас компьютер больше. Хватит уже. У вас компьютера нет? Да, на этот раз не успели. Нет компьютера, я показываю. Смотри, Лёха, у тебя нет компьютера. Да, ты ж не успели починить. И чё? В смысле не успели? Так ты поэтому купил айфон, да? Ты чё, ты с ума сошёл? Мне чё делать теперь? В смысле ты на меня взял кредит? Как это? Где это было? Вот, взял. Лёха, взял кредит. Зачем это? Лёха, ты чё сделал? Зачем? Ну, для связи у тебя есть телефон кнопочный. Для чего тебе вот это вот? Конечно, ему, наверное, позорно вот с этим вот ходить, да? Но ты сам разбил свой телефон. Это его сейчас телефон? А, ты сам разбил. И чё? И чё, я не пойму. Ты совсем... Как вы понимаете, сегодня таких моментов хватало. Зачем ты взял у мамы паспорт? Ты что, за это отдавать я не собираюсь отдавать. Я буду искать выход, ребят. Где паспорт, Лёха? Ну, ищи выход. Паспорт где? Лёха. Ты чё, реально... Ты реально взял у мамы паспорт, украл и оформил на него... Кажись, свой паспорт. Ну, он сам себя так ведёт, зачем он кидает паспорт? Свой получше будешь кидаться, хватит уже. Не подходи больше. Покажу просто, что это мой паспорт. А, могу показать? А, это... Пожалуйста, мой. А ты... Ну... Губы стали помочь. Ты чё сделал, Лёха? Карась, убей. Чё-то да, ребята, тем дальше, тем интереснее. Так, вот тут пришлось замазать, потому что он, видите, да, данные видны стали. Я решил этот момент замазать. Тихуешь, у меня... Я не собираюсь с него деньги отдавать, я буду его возвращать. Чё ты делал? Вообще-то наказан, да, в принципе, не должен был играть ни на каком телефоне. А вот я возьму и буду играть. Да не будешь ты играть. Ты чё, прикалываешься? Ты чё, прикалываешься? Ты реально... Ты реально взял айфон, чтобы играть в игры? Да. Ты чё, прикалываешься? Это чё за игра? Не знаю. Я ещё не разобрался. Ты угораешь, Лёха? Ну это чё вообще, мозгом что ли нет? Ты накидал, ты накупил этот... Я тебя в полицию сдам, если мне этот телефон невозможно будет вернуть. Давай! Разобью и скажу, что это ты взял. Давай, да, ты задолбал уже. А ты сам говоришь, чтобы я тебя не выкладывал на YouTube. Я тебя из дома выгоню, ну сколько это можно? Ты чё, какой вредитель ты, я не пойму? Погоняй, пожалуйста. Сейчас чинила, да, конечно, разбежалась. Да. Совсем... Так, ну вы поняли. Вообще просто на глючит. Я хочу сказать, что вот ролик-то был у вас, да? Да. Где вот на бусте. И этого убери уже. Замолчи. Я тебе сейчас хочу сказать, там люди комментарии пишут. Я хоть что-то хочу тебе зачитать. Ты в курсе, что тебя люди смотрят и пишут? Ты хоть иногда... Хватит уже. Ты хоть иногда читал комментарии? Ты хоть иногда читал комментарии? Замолчи. Вот видео есть, да? Грифер послал, когда всех, помнишь, да? Я там выложил. Ну ты знаешь, я на бусте. Да, да, да. Я вот сейчас прям открываю это видео, оно на бусте, которое, может быть, ты не видел нифига. Вот тут люди писали комментарии, смотри. Я прям нажму, показать комментарии, почты, может, вот, это люди писали комментарии. Смотри, выглядит как дотер. Смотри, это пишет тебе Наруто, пишет тебе Узумакич, если неправильно. Вот, смотри, Леха, Александр Жирновой пишет тебе, Леха, до каких пор ты будешь себя так вести? Но там, дальше не буду. Ты маму доводишь и учительницу довел? Пока меня не перестанут доводить, я буду себя так вести. А ты сам, смотри, вот тебе пишет, Павел Денисович. Павел Денисович пишет. Леха, я в шоке, что он творит. Лех, извинись перед мамой и перед Сержу. Ну, перед собой, я уж не... Перед тобой, тем более, пошел ты на... Ну, вы сами все видите, это идет на бусте. Друзья мои, все, что началось потом дальше, я не смог выложить на канал, я выложил это на бусте. Посмотрите, как это называется, грифер. Вот, что делать с мамой из айфона и послал ее. Вообще, опигеть. Ну, дальше не могу, вы поняли. Пару дней назад мама грифера прислала мне видео, как грифер получил двойку и послал учителя... Ну, вы видите, что тут? Став анти-грифером, ты сможешь писать комментарий. Если тебе повезет, ты попадешь на видос, как эти ребята. Также я отвечаю на комментарии. Вот, например, Боджи Бод пишет, что маму Лехе очень жалко, а я отвечаю ему, да, мне тоже. И иногда я могу зачитать комментарии с Бусти прямо к гриферу на видео. Александр Жирновой пишет тебе, Леха, до каких пор ты будешь себя так вести? Лех, извинись перед мамой и перед Сержу. Ну, перед собой, я уж не... Перед тобой тем более, пошел там... Я отвечаю каждому анти-гриферу в комментарии. Ты можешь стать анти-грифером по скидке. Сейчас идут скидки, которые потихоньку заканчиваются. Как я уже говорил, они не могут длиться вечно. Скидка начинает заканчиваться. Каждый, кто станет анти-грифером вот по этой цене, зафиксирует для себя эту цену и сможет оставлять комментарий, смотреть все эти моменты. Поспеши, время может быть ограничено. И если тебе повезет, твой ник попадет в видос, как у Коли Фифелова. Он пишет, Леха, разошелся, я пишу ему, да. Каждый, кто стал анти-грифером, попадает в титры в конце видео на наш канал. Посмотрите, как это выглядит. Написано, благодарю крутых ребят за поддержку на Бусти. Каждый анти-грифер оказался здесь. Его ники видят люди. Спасибо вам за поддержку. А также есть мощные анти-гриферы, которые подсвечены желтым цветом. Например, Дарья Арабова, Савелий Карташов, Боджи Бот. Это мощные анти-гриферы, которые поддержали нас особенно. Места ограничены, поспеши, ты тоже можешь оказаться здесь. Поддержать нас на Бусти ты можешь по ссылке в описании под видео. Просто наводишь мышкой и кликай. И ты оказываешься на нашем Бусти. Становись анти-грифером по скидке. Скидки заканчиваются. Оставляй комментарий, может быть ты попадешь в видос. Заходи прямо со своего телефона. С телефона можешь и смотреть видосы, и оставлять комментарии. Все, ссылка в описании под видео. Жду тебя. А перед мамой не хочешь извиниться? Да, нет. Нет, ты хочешь сказать комментарий не по факту, Лех? На метро ничем. Да и что это за потребительское отношение? Почему я должна чинить что-то? Татьяна Белова пишет. Иди и чиниться. Надо маму уважать и беречь. Смотри. Пишет. Это что, не по факту? Очень жалко маму, правда, ей силы терпят. Надо маму уважать, маму может надавать. Мне очень жалко маму, Леша. Лех, вот, пишут комментарии. Там, знаешь, смотрят эти все отдельные фрагменты, как ты себя ведешь. Как ты с мамой разговаривал в прошлом ролике? Откратите, меня вывел. Мне аж стыдно, не могу, господи. Ты в курсе вообще, нет? И чё ты сейчас, как себя ведешь? Какой-то отвратительный ведет. Телефон, давай сюда. Ничего моя зода, что я сегодня так не вижу. Давай сюда, телефон. Да, сложи. Сколько он стоит? Тихо, тихо. Ты чё творишь? Ты чё, может, сломаешь его наполовину? Сколько стоит эта штука? Сколько стоит? 120 тысяч рублей. Я не знаю, как тебя обозвать. 120 тысяч рублей? Ты так спокойно об этом говоришь? Чек где? Где чек? Ищи. Ты дурел, что ли, ищи вообще? Ты собачку, что ли, нашел здесь? Как вы видите, таких моментов в каждом ролике много, поэтому очень много моментов идет на бусте. Ага, давай, потом правда не будет, что продавать. Да вот замолчи уже, а, вот замолчи уже, лучше ничего не говори. Получается, деньги у тебя не пробовали, из карты не помогали? А это типа кредитные, типа. Я просто смс не был. Чё вот теперь его можно вернуть как-то? Ну что, друзья, вот он. iPhone 13 Pro на 256 гигабайт памяти небесно-голубого цвета. И цена его составляет 123 тысячи 490 рублей. Я не знаю, зачем он купил именно на 256 гб, можно было купить и подешевле. Он, видимо, сделал это специально, чтобы навредить своей маме. Вот мы посмотрим сейчас эти фотографии. Всё то же самое, всё совпадает. Такой же абсолютный iPhone, такого же цвета, такая же картинка, вот эти камеры. Всё такой же. Он просто взял и купил абсолютно такой же iPhone, который покупали у меня в последних роликах. Можно почитать описание, просто нереально. iPhone 13 Pro, три камеры, всё здесь на сайте так же красиво указано. Делает из вашего видео настоящее кино, вот такая картинка, и смотрим, что это абсолютно такой же iPhone. Ну и вот то, ради чего он, в принципе, и покупался, ради игр. Можно посмотреть, что здесь очень красивая графика, и типа на картинках прям можно играть. Пятиядерный графический процессор, стал быстрее, и всё такое. Не подумайте, я не рекламирую никакой iPhone, просто показывая то, что написано на сайте. Ну, в общем, вот. Я показал его. Его цена 123 490 рублей. Всё, смотрите дальше. Я не рекламирую, это никакая не реклама. Кто-то знает? Так, чека нет, ничего нет, и ты опять сделаешь. Ты, кстати, не блистает он оригинальностью. Последние видосы с iPhone'ами. Да. Это вот... Даже не последние, между прочим, насколько я знаю. Ну и чё, ты как-то... Ну ты, может, объяснишь? Ты, вон, писали тебе, извинись. А ты подумай сама, где я мог это купить? Нет, ты сейчас чё, давай тоже... Ты чё, ты чё, сейчас ещё iPhone сломай. Ребята, дальше началось что-то непонятное. Я отправил это на Бусти. Кто это посмотрит, поймёт, почему это не вышло на канал. Кто хочет, смотрите там. iPhone не сломайте, возвращать будет нечего, Лёха. iPhone не сломай. Отдай! Ну, отдельное спасибо хочу сказать каждому антигриферу на Бусти. И благодарю крутых ребят за поддержку. Потому что, благодаря вам, мы чувствуем себя не одинокими. И каждый, кто станет антигрифером, может смотреть всё вот это продолжение, всё, что будет там. Поэтому заходите, смотрите. И ещё раз вам спасибо за поддержку. Ну чё делать? Лёх, мы вернём этот iPhone. С чеком или без, мы его вернём. Как-то надо кредит... Я знаю, это... Как кредит теперь надо отменять? Он же оформил кредит, взял уже товар. Это всё гораздо труднее теперь. Что делать? Пишите. Представляете, сколько отдельного монтажа. Это же всё нужно убрать и отправить на Бусти, отдельно смонтировать. Короче, ну вы поняли. Ужас какой. Я прям держу. У меня аж руки напряглись, как я боюсь это держать. Я знала, что дорогой, но не думала, что настолько. 120 тысяч. Но деньги, смотри. Получается ещё хуже. Кредитованный теперь. На твоё имя. На твой паспорт. Пишите комментарии. Будем думать, как вернуть. Пишите. Будем читать. Мам, будешь читать. И пишите дальше. Я не собираюсь с тобой, Ваня. Собираюсь с тобой. Ты иди отсюда. Ты себя вообще повёл. Ты ещё меня давай... Иди отсюда. Я пойду, да. Иди. На Бусти. Камеру. Ты что, трогаешь камеру? Издеваешь, что ли? Уйди. Не трогай меня. Ты ещё камеру... Камеру убери. Да ты убери. Убери от меня камеру. Я тебе говорю, Лёха, тормози. Неправильно делаешь. Нехорошо, всё идёшь. Всё, пока. Иди отсюда. Тебе за Бусти напишут что-нибудь. Друзья мои, я не смог выложить это на канал, поэтому я выложил это на Бусти. Всё, что вообще происходило сейчас до этого, это вообще, короче. Вот так оно и называется. То, что было. Грифер. Вот что делает с мамой. И за айфон. И вот вы видите всё это из названия. Поэтому, блин, становитесь антигриферами. Смотрите это всё. Пишите комментарии. Может быть, ваш комментарий попадёт на видос, как вот здесь у этих ребят. Например, у Егора Пэ или у Ивана Зыкова. Ты тоже можешь здесь оказаться. Скидка потихоньку будет заканчиваться, потому что скидка не может быть вечной. Кто станет антигрифером вот за эту цену, всё, зафиксируй для себя эту цену. Она для него никогда уже не вырастет, не изменится. Всё. Эта цена будет конечная, поэтому поспеши. Время идёт. Всё. Смотри все эти моменты, видосы. Пиши комментарии и оказывайся у нас на видео. Всё. Спасибо. Ссылка в описании. Заходи прямо с телефона. Всех ждём.